Позвольте мне поздравить нашу родную областную газету Жанайкап с четвертьвековым юбилеем и пожелать, чтобы этот юбилей был не крайний, чтобы мы еще собирались сюда через 5 и через 10 лет. В мае 1991 года была зарегистрирована газета, она двуязычная, выпускается на русском и на казахском языке. Это было первое зарегистрированное национальное издание в Оренбургской области. Оно освещает культуру, быт казахского народа, освещает российско-казахстанские отношения, языковые проблемы, религиозные, в общем широкий спектр. Я представляю Астраханскую область, газета «Акарна». Ей, так как и вам 25 лет, вот уже на протяжении 25 лет мы ведем активную работу по развитию культуры через СМИ. Сложности есть определенные, думаю, как и у Оренбургской газеты, это однозначно подписка, это проблемы с читателями на родном языке. Считаю, что газеты такие необходимы, они актуальны, они нужны, но в таком формате, как он есть, она долго не присуществует. Нужно развивать дополнительные направления, интернет-версии газеты, электронные версии. Моя точка зрения, как бы она ни казалась пессимистической, я не вижу большой такой перспективы, глубокой дальней перспективы в развитии вот такого вот направления, как издание газет. Журналы, да, есть определенная перспектива, это тематические, целенаправленные какие-то издания, журнальные. Пресса, она как была объединяющим началом, так и остается. И естественно, что каждая автономия, каждое землячество, община, если хочет она решать свои национально-культурные вопросы, должна уделять серьезное внимание прессе. После обсуждения перспектив развития этнической прессы за круглым столом, празднование продолжилось в Оренбургской государственной филармонии, где коллектив газеты «Жаная Кап» «Новый взгляд» принимал поздравления не только от своих многочисленных преданных читателей, но и коллег из соседних регионов и ближнего зарубежья. Жаная Кап «Жаная Кап» 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 «Жаная Кап»